Сегодня утром под накрапывающим дождиком в самом сердце Екатеринбурга, на площади пятого года, Свердловскому губернатору Евгению Куйвышеву презентовали новую партию зеленых, которая ни в каких выборах не участвует, потому что это партия зеленых низкопольных автобусов НЕФАС, работающих на газу, что и дешевле бензина и чище. Эта партия из 60 нулевеньких автобусов только-только прибыла в Екатеринбург, и они выйдут на линию после обкатки недельки эдак через три, ближе к октябрю. Ну а сегодня их показали губернатору, ибо приобрести Екатеринбургу эти удобные и экологичные автобусы удалось в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ну, читай, по дешевке, потому что 60% стоимости 60 НЕФАЗов оплатил федеральный бюджет, остальное пополаме дали область и город. Реализация проекта у нас идет не первый год. В прошлом году пришло 57 автобусов на экологичном топливе с зиженом газе, и в этом году 60 автобусов город получил согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Значит, главным образом это очень экологично, экономично, но и с приходом этой партии 70%, как мне сказали, парка муниципального полностью обновлено. Поэтому мы будем дальше, у города есть планы, Алексей Валерьевич о них расскажет, я думаю. Но мы будем дальше реализовывать этот проект и в конечном итоге перейдем полностью все на экологическое топливо и, безусловно, будем реализовывать проекты по электротранспорту. Участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», как уже Евгений Владимирович сказал, позволило нам обновить с учетом новой партии автобусный муниципальный парк на 70%. Это было бы невозможно без поддержки правительства области, губернатора, потому что в пропорциях мы 60% привлекаем деньги из федерального бюджета, при условии направления заявки от субъекта, и по 20% муниципальной и областной бюджеты. Поэтому, конечно, огромное спасибо, эта поддержка и это участие позволило нам провести глубокую модернизацию наземного пассажирского транспорта. Со следующего года мы планируем уже приступить к модернизации троллейбусного нашего парка, участвовать также в национальном проекте, развивать сеть газозаправочных станций. Такие планы у нас в ближайшей перспективе есть для того, чтобы эти машины, эти автобусы уже полноценно могли заправляться в различных точках нашего города без перепробега. Новенькие газовые нефазы вскоре выйдут на три муниципальных маршрута. 24-й, Комприк, Мичуринский, 28-й, Радиоколледж, 7-я горбольница и 61-й, Пехотинцев, ЖБИ. И это неспроста. Это самые востребованные маршруты общественного транспорта, и они выбирались для новых автобусов с учетом мнения горожан. Эти мнения в обязательном порядке учитываем, потому что у нас сейчас идет, поэтапно идет транспортная реформа, исключение дублирования маршрутов, с тем, чтобы пассажиры могли быстро и комфортно добираться от одной точки до другой. И вот эти маршруты как раз идут с учетом мнения, уже на новые маршруты, с учетом мнения горожан. Во время презентации новых нацпроектных автобусов губернатор очно-лично пообщался с водителями, которые уже успели поработать на таких машинах. Ну как, эксплуатировали же уже? Да, эксплуатации уже почти год. Ну и как? Машины хорошие, добрые. А зимой? Тепло. Зимой достаточно тепло. А заводится как? Хорошо, она не успевает остыть. Машины постоянно в работе. А котел работает? Попель называется? Ну что, вот национальный проект у нас, который утвердил президент. По национальному проекту, как мне сказали, 70% парка уже обновилась. Вот с этой партией, с партией, да? Ну они намного экологичнее, безусловно. И они экономичные, эти машины. И на сроках у нас стоит партия 15-х годов. Ну и на пассажок трогательная история из цикла «Человечный человек». Губернатор и Ижи с ним пришли на площадь под зонтами. А четыре автобусных водителя были без зонтов, в кепках. Так губернатор не выдержал, забрал у барышни зонтик и отдал его автобуснику. Но самое прикольное, каким панчем глава опорного региона добил этот заход. Ну что ж, ладно, успехов вам. Спасибо правительству за предоставленное название. Удачи вам, удачи. А зонтик, чей зонтик? Зонтик, чей? Это, видимо, у вас уже. Спасибо.